Это единственное сохранившееся интервью Кеннета Арнольда. В нём он рассказывает, как 24 июня 1947 года, пролетая на частном самолёте в небе над горой Ренье в штате Вашингтон, увидел слева от себя группу светящихся объектов. Скорость, ну, была просто потрясающая. Я никогда ничего подобного не видел. Они просто рассекали пространство молниеносно и мгновенно. Казалось, что для них не существует никаких преград, что у них какие-то, ну, прямо скажем, сверхмощные двигатели. Сначала эту историю Арнольд рассказал своим друзьям и знакомым, а потом стал давать интервью. За несколько дней популярность Арнольда побила все рейтинги. Каждое издание, радиостанция и телеканал мечтали узнать из первых уст, как выглядят инопланетные летающие корабли. Их полёт напоминал скольжение тарелки по поверхности воды. Эти слова понравились репортерам, и один из них придумал знаменитое выражение – летающая тарелка. Многие исследователи в эту версию не верят совсем. Они убеждены, что никакого НЛО нет. А в небе над горой Ренье Кеннет Арнольд увидел какую-то секретную разработку американских военных. Это летательный аппарат дисковидной формы, который начал экспериментироваться и производиться, естественно, в штучном экземпляре. Откуда эта идея дисковидного аппарата возникла в Соединённых Штатах Америки? Из Германии побеждённой, потому что чертежи дисковидных аппаратов были вывезены американскими войсками. Из побеждённой Германии вместе со многими учёными. Посмотрите внимательно на эти кадры. Это пилотируемый диск «Авракар». Он был сконструирован британским инженером Джоном Фростом по заказу американской армии. Посмотрите, как он плывёт параллельно Земле. Это возможно за счёт вот таких воздушных подушек. Кроме них в аппарате есть кабина пилота, задние и боковые сопла и бессопловая передняя часть. Но самая главная особенность «Авракара» в том, что он похож на летающий диск. За счёт этого, по словам военных экспертов, «Авракар» мог развивать огромную скорость. Многие исследователи уверены, что испытания именно таких летательных аппаратов Кеннет Арнольд и мог принять за НЛО. Да, какая-то часть местных американских жителей, наверное, могла видеть дисковидные какие-то аппараты экспериментальные. Но это немного людей. Территории эти все экспериментальных полигонов сугубо отчуждены. Над городами они не летали никогда. Конечно, эта версия лучше всего объясняет встречу Кеннета Арнольда с неопознанными светящимися объектами. Но максимальная скорость таких аппаратов, если верить рассекреченным документам, была 740 километров в час. А это почти в три раза ниже, чем та, с которой летели светящиеся тарелки. Но самое главное, аврокары поднялись в воздух только в 1959 году, через 12 лет после того, как Арнольд столкнулся со светящейся эскадрильей. Если это действительно были не первые аврокары, тогда что? С чем столкнулся американец? Есть случайные пролеты НЛО, а есть специальные зависания НЛО, когда они хотят попозировать, чтобы их заметили. Потому что каждый пролет НЛО несет информацию. Они обычно за нами наблюдают, контролируют нас. И они посылают нам информацию для исправления. Когда они зависают, это называется визиткой. Поверить в версию про инопланетные корабли достаточно сложно. Но сторонники теории внеземного разума все же убеждены. НЛО всегда прилетали на Землю. Это подтверждают и многочисленные свидетельства людей древности. Еще много веков назад они наблюдали в небе загадочные светящиеся объекты. В 1896 году жители Калифорнии видели нечто похожее на НЛО. В ноябре того же года странный летательный аппарат появился в небе над Сакраменто. Люди видели луч прожектора, а позади него некий объект с чем-то вроде пропеллера и крыльев. Удивительно, но подобные корабли в конце 19 века появлялись над всей территорией Северной Америки. Жители штатов Орегон, Монтана, Айдаха описывали случаи наблюдений неопознанных светящихся объектов. Но одна из самых удивительных историй случилась в небе над Миннесотой. В 16 веке также наблюдали НЛО, но рассматривали его как знаки божественного провидения, послания от Бога. В августе 1556 года над швейцарским Базилем проплывали огромные черные шары. В апреле 1661 года то же самое случилось в небе над Баварией. В качестве доказательства того, что в древности инопланетные корабли могли посещать нашу Землю, многие исследователи приводят вот этот рисунок. Посмотрите внимательно на него. Он датируется 1600 годом и хранится в Сорбоне, в самой древней библиотеке Европы. Художник изобразил на рисунке огромные яркие лучи неизвестного происхождения. 16 и 17 столетия вообще были золотым веком наблюдения НЛО. На этом рисунке, сделанном в 1600 году, вы видите огненные лучи в небе. Скорее всего, они выглядели не так красиво, как их нарисовал художник. Но факт остается фактом. Такие вещи будоражили умы людей и в те времена. Если внимательно изучить русские летописи, то выяснится удивительный факт. В 16 веке не только Европу, но и Русь буквально атаковали пришельцы. Вот цитата из Вологодско-Пермской летописи. Летописцы трактовали четыре солнца над землей, как помощников создателя, которые появились в небе, чтобы понаблюдать за жизнью землян. Но современные исследователи уверены, огромные светящиеся неопознанные объекты, похожие на круглые шары, были ничем иным, как инопланетными кораблями. Этот аппарат, он мог преодолевать очень большие расстояния, делаться невидимым, делаться невесомым, делаться, наоборот, очень тяжелым. То есть это все феномены связаны с гравитацией, и то, что у нас занимаются поиском антигравитации сегодня ученые, а они все были реализованы. Удивительно, но даже во времена Александра Македонского люди видели в небе странные объекты, которые мы сейчас называем неопознанными летающими объектами. Вот выдержка из книги античного историка Аристотеля. Летом 331 года до нашей эры Александр и его армия форсировали реки Тигр и Ифра. Пока шла переправа, над войском завоевателя появилось НЛО. Два серебряных щита вынурнули из облаков, пронеслись на огромной скорости и удалились. Похожие случаи описывал не только Аристотель. О них упоминается во многих книгах древних историков. Описания НЛО встречаются в самых древних рукописях человечества. Взять хотя бы римского историка Ливия. Он сообщает о пролетавшем в небесах объекте, похожем на щит. Но НЛО в небе встречались задолго до появления первых римлян. Если заглянуть в древние тексты, сомнений не останется. НЛО посещали Землю всегда. «Получу светы, которые ярче солнца, а голос его подобен раскатам грома». Этот текст древнеиндийского эпоса Махабхарата. Он был написан три тысячи лет назад. Кем бы ни был автор этих строк, исследователи уверены. В Махабхарате описывается старт космического корабля. Оружие, оно очень напоминает ядерное оружие. И, кстати говоря, у нас на православных иконах, на старых, которые сейчас тоже не показывают, есть изображение тоже ядерного взрыва. Конечно, поверить во все это сложно. Может быть, несколько тысяч лет назад люди принимали за странные светящиеся объекты неизученные атмосферные явления? Например, шаровые молнии? Или пролетавшие рядом с Землей осколки комет и астероидов? Возможно, это и так. Но как тогда быть с древними артефактами? С тем, что явно указывает на присутствие на Земле инопланетных существ? Посмотрите, к примеру, на этот бесценный артефакт. Пустыня Наска. Одна из самых загадочных на нашей планете. Она расположена на юге Перу и простирается на несколько сотен километров. И все это огромное пространство состоит не из песка, как это обычно бывает. Наска – огромное каменное плато, причем абсолютно безжизненное. Здесь нет ни животных, ни растительности. Но самое невероятное – вся пустыня Наска исчерчена странными линиями. Их здесь тысячи. Некоторые из них складываются в удивительные гигантские рисунки различных растений и животных. Некоторые сложены в геометрические фигуры. Треугольники, трапеции, спирали, ромбы, круги. Но больше всего исследователей поражают абсолютно прямые и параллельные друг другу линии. Их тут много. Около 13 тысяч. Если не знать, что этим линиям две тысячи лет, то Наску можно принять за современный аэропорт. Так может, долина Наска и была древним космопортом, с которого стартовали инопланетные летательные корабли? Иногда линии равнины Наска называют взлетными полосами, хотя в действительности это просто длинные каналы, прорытые в пустыне. Ни один летательный аппарат не сможет там взлететь. Конечно, древний космопорт Наска не подходит для взлета и посадки современных самолетов. На них нет привычных нашим пилотам ограничительных знаков, а взлетную полосу для самолетных шасси заменяют глубокие борозды. Но ведь если мы говорим про инопланетные тарелки, то они, скорее всего, способны приземляться и взлетать с любой поверхности. Если их тогдашние корабли походили на то, что мы видим сегодня, то им не были нужны взлетные полосы. Может быть, линии Наска – это всего лишь своего рода ориентиры, тем более, что увидеть их можно только с воздуха. Но почему в древнем космопорте использовались изображения вполне земных животных? Может быть, это опознавательные аэропортовые знаки, по которым инопланетные гости ориентировались при посадке на Землю? Правда, тогда возникает еще один трудный вопрос. Зачем гостям из космоса, которые умеют путешествовать по Вселенной, создавать такие рисунки? Да еще использовать их в качестве взлетно-посадочных маяков. Ведь у них должны быть супермощные летательные аппараты, оснащенные просто фантастической техникой. Но даже если все-таки допустить, что инопланетные корабли в глубокой древности посещали нашу планету, то сразу же появляется еще один вопрос. Зачем? Некоторые исследователи уверены, что инопланетные существа посещали землян, чтобы подарить знания. Многочисленные факты убеждают меня в том, что пришельцы со звезд помогли нам в познании мира. В Стамбуле, например, имеется карта, составленная турецким географом 16 века Перри Рейсом. Взгляните на эту карту. Она была составлена в 1513 году, всего через 21 год после открытия Америки Христофором Колумбом. На ней изображена Антарктида, причем с четко прочерченной линией гор. Но как такое возможно? Ведь первая экспедиция в Антарктиду состоялась только в 1820 году. Перри Рейс был турецким адмиралом. Он увлекался картографией. Та карта, которую он составил, она показывает весь земной шар. На ней есть и побережье Европы, и Африки. Четко вычерчено побережье современной Бразилии и восточная оконечность Южной Америки. Но самое удивительное, на ней изображена Антарктида. Причем не просто вот... А как будто он догадывался, что там должен быть континент, и обозначил его. Антарктида изображена очень подробно, с малейшими деталями побережьей, горных хребтов. И это поразительно. Ведь про Антарктиду мы узнали только в 19 веке, а про то, что в Антарктиде есть горы, мы вообще узнали в 20 веке. Как мог узнать об особенностях рельефа Антарктиды средневековый географ Перри Рейс? Может быть, такие уникальные для того времени знания ему подсказали инопланетные существа? Безусловно, некие космические разумные силы нас сопровождают. А это уже Южная Америка. Загадку древней культуры майя ученые разгадать не могут до сих пор. Пирамиды со звуковыми эффектами, точная астрономическая карта, древний календарь майя, который точнее современного. Неужели все эти уникальные вещи почти первобытные люди создали сами? Если вы сомневаетесь во влиянии инопланетян на цивилизацию, взгляните на останки древних культур Мексики и Латинской Америки. Возьмем, к примеру, Юкатанскую пирамиду, которая называется Эль-Кастильо. Два раза в год, в день весеннего и осеннего равноденствия, солнце отбрасывает на ступени причудливую тень. Точно образ гигантской змеи, сползающей с пирамиды. Это Кукулькан, бог индейцев майя и прародитель жизни на земле. Посмотрите, вот эта пирамида. Пирамида Кукулькана. Ее высота 24 метра. По всем четырем сторонам пирамиды расположены лестницы, которые ведут на вершину. Каждая из них имеет 91 ступень. И если их сложить и добавить еще в верхнюю ступень пирамиды, то есть усеченную вершину, то получится 365 ступеней. Ровно столько же, сколько дней в году. Исследователи уверены, что это древнее сооружение не что иное, как календарь. Эта пирамида является календарем, рассчитанным на 365 с четвертью дней. Я думаю, что кто-то научил их вычислять по нему время сева и жатвы. Пирамида Кукулькана находится в древнем городе Чичен-Итса. Он расположен на полуострове Юкатан в Мексике и является одним из самых посещаемых туристических мест в стране. Ведь здесь, на площади всего в несколько квадратных километров, стоят больше десяти архитектурных памятников древности. Все они были построены племенем Майя в седьмом веке. Это невероятно, ведь каждое здание настоящий шедевр архитектуры. Посмотрите, вот самое сложное строение в городе Эль-Караколь, что в переводе означает «улитка». Окна Эль-Караколь указывают на четыре стороны света. В дни весеннего и осеннего равноденствия лучи заходящего солнца попадают в них и освещают здания изнутри. Мало того, в крыше и стенах Эль-Караколь проделаны отверстия, которые открывают вид на небо и позволяют следить за перемещением планет, звезд и комет. Дело в том, что вообще старая цивилизация, она не техническая была, она была именно как бы в сторону как раз волшебности развивалась. Они могли придвигать большие плиты или делать из плит сразу какие-то изваяния чисто волшебным способом, но для нас волшебным. Но самое главное даже не это. Эль-Караколь сконструирован так, что в течение года из него можно вести наблюдение только за одной из планет, за Венерой. Но зачем племени Майя понадобилось следить именно за ней? Почему их не заинтересовал Плутон, Юпитер или Сатурн? Археологи утверждают, что объясняется это просто. Венера единственная планета, которую с Земли видно так же хорошо, как Солнце или Луну. Заметив ее, Майя решили, что это божество. Окрестив планету именем Кукулькан, они следили за ее перемещениями и пытались понять, какие знаки она подает. Венера это наше прошлое, Марс наше будущее. В каком смысле надо понимать? Земля разорождалась в тех примерно условиях, как сейчас формируется Венера. На Венере возможно возникновение вот такой вот формы жизни, как вот сейчас на Земле. Многие исследователи с этой точки зрения не согласны. Они уверены, Майя наблюдали за Венерой совсем не потому, что считали ее своим божеством. Они вели серьезные астрономические наблюдения и записывали все перемещения планеты по небосклону. Когда она начинает оборот вокруг Солнца, по какой орбите идет и за сколько дней проходит весь круг. В качестве доказательства своих слов они приводят вот этот документ. Дрезденский кодекс. Это одна из немногих рукописей Майя, сохранившаяся до наших дней. В ней 39 страниц, соединенных между собой в виде гармошки. На каждой из них картинка с иероглифами. Расшифровать их до конца пока не удалось. Но исследователи уверены, Дрезденский кодекс не что иное, как дневник наблюдений за Венерой. И там вовсе не только камни лежат на этом. Там есть и кусты, то есть растительность. Если Дрезденский кодекс и в самом деле был дневником наблюдений за Венерой, и все здания в древнем городе Чечен-Ица были построены исключительно для того, чтобы за ней следить, то возникает вопрос. Чем же Венера так заинтересовала древнее племя Майя? Исследователи древних цивилизаций считают, что астрономы Майя так внимательно изучали Венеру потому, что они первыми в истории человечества заметили в космосе настоящие бушующие вулканы. На Венере действительно много вулканов. И это научно доказанный факт. К такому выводу ученые пришли, когда изучили атмосферу планеты. Оказывается, в ней содержится большое количество серы. Она появляется в результате извержения вулканов. Мало того, на поверхности Венеры ученые обнаружили следы вулканической деятельности. А значит, много лет назад, в древние времена, извержения вулканов были обычным явлением на этой планете. Возможно, их даже было видно с Земли. И это необычное явление привлекло астрономов Майя. Майя знали, что Венера двойник Земли. Считали, что эти планеты очень похожи. Именно поэтому на ней происходят те же процессы, что и на Земле. И, возможно, чтобы делать прогноз катаклизмов на Земле, они следили за поведением вулканов на Венере. В то, что Майя следили за извержением вулканов на Венере, поверить сложно. Ведь у них не было ни телескопов, ни тем более современных компьютеров. Без всего этого оборудования увидеть вулканы на поверхности Венеры было бы просто невозможно. Но есть другая версия, которая выглядит весьма убедительно. Древние майя наблюдали не за извержением вулканов, а за испарением морей и океанов на Венере. И для того, чтобы увидеть это, не нужны были специальные приспособления. Просто потому, что в седьмом веке планета разогрелась до такой температуры, что вся вода начала испаряться. Из-за слабого магнитного поля пар стал подниматься в космическое пространство. И это было видно даже на таком огромном расстоянии. В этот период на Венере произошло глобальное потепление. И она стала похожа на огромную раскаленную сковородку. Миллиарды тонн воды начали испаряться с планеты. За короткий период времени вода просто исчезла с Венеры. Но откуда у Майя появились эти знания? Как им удалось вычислить строение Солнечной системы и узнать геологические особенности других планет? Некоторые исследователи считают, что сами Майя были просто не способны додуматься до этого. А информация о космосе досталась им от представителей инопланетных цивилизаций. Мы цивилизация, которой нужна постоянная опека, нужна постоянная опека, то мы, конечно, часть тех, кто нас сделал. Кто-то их называет богами, кто-то высшими силами, кто-то высшей цивилизацией. То есть свое семечко они нам оставили. И поэтому, может быть, и корректируют нас, как своих детей, чтобы мы не сделали очень таких сложных ошибок каких-то, которые грозят нашей цивилизации вымиранием. Но удивляет даже не это, а то, что случилось с народом Майя около 600-го года нашей эры. Внезапно они бросили свои жилища и ушли. Ученые до сих пор не могут понять, куда исчез этот народ. Кто их выгнал с нажитой территории? Ведь в этот период не было ни войн, ни голода. А развитие цивилизации позволяло Майя жить и процветать. Они просто снялись и ушли, как будто им кто-то приказал. Может быть, тронуться с места их заставили пришельцы из космоса? Даровав редкие знания, они отправили людей Майя делиться информацией со всем остальным миром? Все цивилизации, они растворялись просто в новых пришельцах, которые приходили и, в общем-то, культуру меняли. В конце концов, они никуда не делись, они смешались с новыми волнами. Кроме племени Майя есть и другие племена и древние артефакты, появление которых ничем, кроме контактов с внеземным разумом объяснить невозможно. Феномен НЛО, он заключается и в таких интересных особенностях проявляет себя. Если посмотреть историческом виде, срез наблюдений, описаний, конечно, в древности их сохранилось мало, но очень интересно, что, если по истории смотреть, они всегда описываются свидетелями, наблюдателями в формах, которые как бы вот либо самые последние достижения соответствующего периода времени передвижения, способа передвижения, либо чуть-чуть переезжают. Вот это называется фактор мимикрии формы НЛО. А что если развитию наших знаний мы обязаны инопланетным гостям? Но зачем им было учить людей математики, астрономии, медицине? Может быть таким образом они пытались влиять на развитие древних землян? Как бы она подстраивается под самый современный способ передвижения того соответствующего времени и немножко опережает, как бы демонстрирует, а что впереди, что дальше, куда бежать надо. Уже в Европе там понятно огненные колесницы, средние века парусники, ведь средние века парусник был самым таким могучим средством передвижения по морю, а большой парусник понятно очень могучим. Вот по нему летали парусники, вот точно все фиксировали, что парусники летают. Материальные свидетельства говорят о том, что инопланетные существа принимали огромное участие в развитии человечества, давали людям новые знания, одаривали магическими вещами с уникальными свойствами. Но почему они это делали? Зачем им понадобилось вмешиваться в жизнь землян? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории древней цивилизации шумеров. Археолог Захария Ситчин десятки лет изучает тайны этого народа. Разгадка большинства тайн НЛО кроется в истории шумерской цивилизации. Шумерское государство появилось 6 тысяч лет назад на территории современного Ирана. На его основе развились все великие цивилизации земли, включая вавилонян, сирийцев и современные народы. Посмотрите внимательно. Это город Ур. Он расположен на территории Ирака, в области, которая несколько тысячелетий назад называлась Месопотамией. Именно здесь, как утверждают историки, жили представители шумерской цивилизации. Но археологи, которые занимались раскопками древнего города, не обнаружили в нем ни землянок, ни человеческих захоронений, ни первобытных орудий труда. То есть здесь нет всего того, что исследователи обычно находят на месте стоянок первобытных людей. Зато археологи обнаружили здесь руины домов, систему ирригационных каналов и глиняную и даже медную посуду. Складывается впечатление, что люди, которые жили здесь, никогда не вели первобытный образ жизни. Но как это возможно? Неужели шумеры могли миновать первобытный образ жизни и сразу создать цивилизованное общество? Официальная наука ответа на этот вопрос не дает. зато точно знает, что цивилизация шумеров ничем не уступала современной. Письменность и математика, колесо и кирпичи, гончарное дело и многоэтажки, государство и право, астрономия и медицина. Причем все это у шумеров возникло будто бы в одночасье, словно свалилось с небес. Шумеры обладали поразительными знаниями в области астрономии. Они знали все известные нам планеты и прекрасно описывали их местоположение и размер. Николай Коперник в середине 15 века заявил, что все планеты вращаются вокруг Солнца, а шумеры знали это за несколько тысяч лет до Коперника. Как они смогли приобрести такие уникальные знания, если у них не было даже самого элементарного телескопа? Но шумеры знали это еще пять с половиной тысяч лет назад. В своих текстах они называли Уран и Нептун сине-зелеными близнецами. В современной науке эти планеты были мало известны. Лишь в 1986 году после запуска космического корабля «Вояджер» удалось установить, что они в действительности являются сине-зелеными близнецами, как они и были описаны в шумерских текстах тысячи лет назад. Чем объяснить эти знания? Случайной удачей шумерского автора? Или об особенностях астрономии им рассказали существа, видевшие Уран и Нептун? В шумерских текстах без обиняков говорится о том, что все свои знания этот древний народ получил от анунаков, что переводится как «те, кто спустился с небес на землю». Древние шумерские авторы называют пришельцев некими анунаками, которые активно помогали землянам. По мнению многих исследователей, они появились 445 тысяч лет назад. Уфологи считают, что анунаки были космическими путешественниками. Путешествуя по мирам, они однажды приземлились на нашей планете. Здесь им так понравилось, что анунаки решили остаться. Они стали помогать землянам обрести новые знания. В хрониках древних шумеров описывается планета, настолько удаленная от всех планет Солнечной системы, что ее годичный цикл обращения вокруг Солнца равняется 3,5 тысячам лет в нашем земном измерении, разумеется. Планета анунаков называлась Нибиру. Если ее жители и есть те самые гости с небес, которые все время помогают землянам, то загадочная Нибиру это та самая планета, откуда на Землю прилетают НЛО. Эта планета называется Нибиру, и как раз оттуда и прилетели анунаки. Если все это так, то становится понятно, почему обитатели загадочной планеты, названной современными астрономами, как планета Х, посещают нас так редко. Их корабли слишком маломощны. Некоторые астрономы уверены, когда один раз в 3600 лет планета Нибиру проходит рядом с Землей, анунаки саживаются на Землю, чтобы принять участие в жизни землян. Но почему они уже тысячи лет не оставляют нас в покое? Может быть, жители Нибиру проводят уникальный межгалактический эксперимент, в котором мы выполняем роль подопытных кроликов? Если это действительно так, становится ясно, почему они заботятся о нашем благополучии. Видимо, эксперимент должен непременно дойти до конца. Или у них совсем другие мотивы? Возможно, эта древняя инопланетная раса поддерживала нас в борьбе за выживание. Может быть, это была их главная цель? Они воспитывали нас точно так же, как мы воспитываем наших детей. Это именно они засеяли землю своими семенами, и, возможно, мы с вами всего лишь их дети. Может быть, анунаки до сих пор поддерживают нас потому, что мы с ними межгалактические родственники? Сенсационный факт находится в Библии, в шестой главе бытия. Там сказано, что некие нефирцы брали себе в жены червей человеческих, а те рождали им потомство богатырей, которых не сыщешь в наше время. Может быть, это относится к тем, кого древние называли анунаками? А вдруг это те самые древние существа, которые когда-то породнились землянами и стали нашими праотцами? В шумерской мифологии эти существа называются анунаки, пришельцы с неба на землю. У гностиков они называются арканы, у зулусов читаури, дети змея. Это нашло свое отражение также и в исламской мифологии, в той ее части, которая связана с понятием джинн. Джинны это существа, которые, являясь невидимыми для человека, в то же время манипулируют человеческим обществом. Современных ученых-генетиков потрясли найденные рукописи шумеров, на которых изображены и подробно описаны оплодотворения в пробирках. Записи гласят, что шумерские ученые и медики того времени провели много экспериментов по генной инженерии прежде, чем создали совершенного человека по имени Адам. Выходит, как мы появились в генетической лаборатории наблюдателей из космоса? Лишь несколько лет назад человечеству удалось разгадать молекулу ДНК. Но древние шумеры описывали размножение посредством ДНК уже 5000 лет назад. Этим процессом управляли анунаки. Они же и вывели новый вид земных обезьян и назвали их хомо-сапиенс. Получается, что первые НЛО ровесники самой жизни на Земле. Они когда-то прилетели сюда, чтобы на новой для них планете породить себе подобных существ. Если это так, то становится ясным, почему изображения первых пришельцев со звезд сильно напоминают землян. Конечно, мы с ними похожи, ведь у нас одни прародители. Да, наша генетическая органолептика в чем-то похожа. В целом, земляне сделаны по их образу и подобию. Как близкие родственники, инопланетные существа по-прежнему не оставляют нас в покое, они за нами следят. Ежегодно уфологи получают тысячи свидетельств об НЛО на нашей планете. Видимо, инопланетяне все время контролируют землян. Летяны подлетают к Москве, борт Ту-154. Вот туман, такой туман садится просто на молоко. Перелетать на другой аэродром уже нельзя, как бы, потому что топлива не хватит. Естественно, нарастает напряженность. То есть, понятно, садиться будут, но тут все-таки так страшновато. И вдруг прямо перед самолетом возникает огромный 150 метров, как они оценили. Вот то, чем мы называем летающей тарелкой, прямо вот здесь рядом с самолетом, на борту загорается экран, на котором возникает надпись «Follow me! Следуй за мной!» А впереди покушу тарелки из этого тумана окошко чистого неба такое прямоугольное открывается, и тарелка туда пжик. Пилот не раздумывает туда пжик. сели на последних литрах. Древние документы содержат описание тысячи свидетельств присутствия инопланетян на Земле. А потом они как будто исчезли. С начала 17-го по середину 20-го века информация о неопознанных тарелках встречается крайне редко. А в конце 1940-х годов Землю буквально оккупировали инопланетяне. Возможно это произошло из-за одного очень страшного события. Испытания атомной бомбы прошли именно в 1945 году. Действие ее оказалось устрашающим. От ядерного взрыва такой бомбы может погибнуть значительное часть планеты. Возможно инопланетяне забеспокоились и прилетели посмотреть как мы развиваемся. Насколько мощное оружие мы создали. Не превзошли ли жители голубой планеты своих звездных родственников? Не угрожают ли земные ракеты жизни всей галактики? Похоже пришельцы действительно боятся что мы можем оказаться опасными для них. Поэтому тщательно контролируют развитие землян. Над аэродромом появляется НЛО. Не с точки зрения наблюдения сколько там самолетов и какие подними бомбы подвешены. А с точки зрения определения допустим мыслей коллектива людей собравшихся здесь на этой авиабазе. Какие у них мысли? Способны они сейчас или готовятся они сейчас нажать какие-нибудь там кнопки боевые кого-то убить? Несмотря на все многочисленные материальные свидетельства и показания очевидцев психиатры твердят что НЛО продукт больной фантазии. Может быть это действительно так? Проблема в разделенности между внешним миром и внутренним миром человека в котором живут фантазии различные образы у которого совершенно своя особая жизнь с которой многие люди прикасаются только в сновидениях. Эту теорию впервые озвучил еще Карл Густав Юнг в 1958 году в своей книге о вещах наблюдаемых в небе. Он писал что реальность окружающая человека навлекает на себя проекции со стороны коллективного бессознательного то есть мы видим то чего нет но во что нас заставляют поверить окружающие люди. Любопытство это один из очень важных факторов которые формируют внутреннее пространство поэтому большинство этих людей которые достаточно нормальные их гонят сюда еще и любопытство то есть это вот как бы часть внутреннего мира открывается как если бы ты поверил что вот сейчас ты увидишь какой-то кусочек своего внутреннего мира своих фантазий там еще подглядишь замочную скважину этот феномен юнг объяснил растущим перенаселением планеты людей на земле появляется так много что жить среди них становится тесно толпа ищет способ перебраться отсюда на другую загадочную и неизвестную планету где есть больше пространства для жизни людям свойственно верить в чудеса религиозное почитание НЛО в настоящее время в Америке является лишь отражением мифа о сотворении земли и все эти могущественные существа которые заставляют нас развиваться по пути который они нам определили через чуру напоминают Зевса Геркулеса и других героев античной мифологии так что инопланетяне являются лишь последним достижением человеческого мифотворчества 30 ноября 1938 года в канун Дня Всех Святых Америку атаковали марсиане правда произошло это не в реальности а в знаменитой радиопостановке Орсона Уэллса Война миров режиссер решил что он задумал удачную шутку которая тем не менее закончилась трагически радиослушатели впали во всеобщую истерию а некоторым потребовалась серьезная психологическая помощь внутренний мир всегда рядом поэтому любые какие-то вот такие события которые моделируют нечто как бы что резонирует с нашими внутренними переживаниями как я сказал им на меня отзываются неужели НЛО всего лишь коллективная галлюцинация а пришельцы с других планет творение нашего собственного мозга но если это так что делать с многочисленными материальными свидетельствами их присутствия на земле долиной Наска сакральными знаниями первых народов легендами древних книг скорее всего по каким-то причинам инопланетяне создали и помогли развиться могучим древним цивилизациям которые однажды внезапно исчезли куда ушли эти народы может быть они улетели на небо к нашим братцам существуют ли во вселенной другие цивилизации кроме человеческой чем на самом деле являются неопознанные летающие объекты и почему люди стали постоянно наблюдать их именно во второй половине 20 века давайте теперь вместе с вами понаблюдаем за хронологией изучения НЛО и попытаемся разобраться итак в 1947 году в США произошел так называемый случай в каскадных горах когда американский бизнесмен Кеннет Арнольд сообщил о том что во время полета на собственном самолете видел в небе непонятные объекты похожие на летающие блюдца с 1952 года в США начались официальные исследования в рамках военно-морских и военно-воздушных сил неофициальные исследования в СССР начались в 1970 годы благодаря усилиям энтузиастов например популяризатора астрономии и доцента Московского авиационного института Феликса Зигеля следующий значимый этап произошел 20 сентября 1977 года по массовым свидетельствам очевидцев над Петрозаводском появился объект по форме напоминающей медузу со светящимися расходящимися в стороны лучами расследование очень скоро показало что наблюдаемый в небе объект это запущенная в это же время ракета с военного космодрома Плесецк именно этот случай впервые попал в прессу и дал начало изучению НЛО в СССР официальные исследования начались в 1978 году теперь уже мало кого удивишь новостью о том что Советский Союз не отставал от Соединенных Штатов в вопросе изучения проблемы НЛО на государственном уровне и даже обладал собственной засекреченной программой исследований носившей кодовое название сетка проект существовал с 1978 по 1991 годы сегодня лидером в области изучения феномена НЛО является Франция по мнению специалистов ГИПАН В большинстве случаев речь идет о естественных природных явлениях неправильно истолкованных наблюдателями Часть так называемых аэрокосмических явлений типа Д остаются неопознанными ввиду неточности наблюдений и низкого качества материальных свидетельств В России действуют сотни уфологических организаций и клубов Например Общество Космопоиск основанное в начале 1980-х годов имеет десятки филиалов по всей стране Официальные научные исследования проводятся только по программе Сети Поиск внеземного разума средствами радиосвязи Проанализировав весь массив открытых звезд российские астрономы составили список из 100 ближайших к Земле звездных систем Из них 58 потенциальные объекты Сети В последнем десятилетии с радиолокационного телескопа в Евпатории были отправлены три послания содержащие цифровую и аналоговую информацию Ответ ожидается не раньше 2059 года Но пока Вселенная молчит Результаты сети экспериментов отрицательны и деятельность внеземных цивилизаций не выявлена Давайте попробуем разобраться А может это все дело рук человеческих? Ученые по всему миру пришли к одному и тому же выводу 80% всех наблюдаемых НЛО это наши собственные ракеты Казалось бы как можно спутать ракету с летающей тарелкой Дело в том что как только ракета поднимается достаточно высоко мы видим только факел двигателя и оптические эффекты Яркий источник света играет на облаках в тумане и спускает радужные кольца спирали и так далее Причем длина факела двигателя на больших высотах составляет многие сотни метров и даже километров Самое удивительное заключается в том что людям часто не приходит в голову что наблюдаемые явления могут иметь отношение к какому-то космодрому Например Иркутск находится в трех тысячах километров от Байконура но когда стартует Союз он проходит над нами точно через 8 минут а над Алтаем в это время идет третья ступень Когда мы смотрим на это из обсерватории это феерическое зрелище В 2009 году жители норвежского городка Тромсё были ошарашены страшным зрелищем светящейся вращающейся спиралью которая вылетела из-за горы Ну что про это можно было сказать Конечно это инопланетяне без вариантов На самом деле это были испытания российской ракеты Булава которая стартовала с подводной лодки в Баренцевом море В 70-е годы прошлого века в Советском Союзе ежегодно запускалось до 120 спутников с космодромов Байконур и Плесецк то есть каждые 3 дня по спутнику Добавьте к этому запуски в США Китай Франции Японии и получите 200 с лишним пусков по всей поверхности планеты Все это видно на огромных территориях поэтому люди постоянно видели большое количество странных эффектов в небе не понимая что происходит Международная статистика говорит что порядка 10% всех НЛО это баллоны то есть аппараты которые легче воздуха если вы смотрите на них издалека вы можете не опознать в чем тут дело есть гигантские баллоны которые поднимаются на огромную высоту есть шары зонды шары пилоты атмосферные обсерватории их носят ветром неделями на высоте десятков километров через все границы летательные аппараты для освещения во время ночных учений используют военные а простые граждане любят запускать китайские фонарики по любому поводу и случаю еще 10% НЛО это земная техника в наше время стали очень распространены всяческие дроны количество которых будет только расти так что прежде чем говорить о марсианах надо сначала перебрать все вышеперечисленные гипотезы а может это некие явления природы нужно сказать что есть и природные явления хорошо изученные и не очень которые иногда принимают за что-то мистическое гало облака северное сияние и другие сейчас мы чаще всего смотрим в монитор или айфон и редко на небо поэтому многие естественные вещи кажутся удивительными люди которые жили скажем в 19 веке видели тоже гало день через день потому что в морозную погоду ледяные кристаллики в воздухе подсвечиваясь всегда дают оптические эффекты физикой это описано давным-давно или например во время вулканической активности выбросы пепла частички которого трутся друг об друга сопровождаются электрическими разрядами это изумительно красивые явления во второй половине 20 века были обнаружены ранее неизвестные странные электрические явления на больших высотах в атмосфере до 100 километров которые были названы спрайтами эльфами и джетами это очень красивые светящиеся фигуры которые видно даже с МКС в октябре 1989 года мощнейшая серия вспышек на солнце привела к грандиозным магнитным бурям и полярным сиянием повсюду даже на низких широтах у нас газеты были полны сообщений что люди видели в небе какие-то красные светящиеся шары это тоже не очень часто но вполне естественное явление НЛО что уж греха таить часто является и порождением психики человека есть люди которые убеждены что все это правда если в прошлые века народ говорил о чертях бесах леших домовых то в наше время говорят о пришельцах в учебниках по психиатрии все это написано тот образ инопланетянина который когда-то был создан режиссером Стивеном Спилбергом оказывается стандартной картинкой для всех любая бабушка из самой далекой деревни или ребенок опознает этот образ это уже культурный код нужно говорить прямо многие НЛО продукт сознательных мистификаций а в наше время с возможностями фотошопа и интернета это вообще не проблема задумайтесь неспроста получается что всплеск сообщений о наблюдении НЛО пришелся на вторую половину 20 века что в точности совпадает с началом массового запуска спутников и ракет в 1947 году после окончания второй мировой войны американские военные начали испытывать на своем полигоне вывезенные из побежденной Германии немецкие ракеты попытка свести все неопознанные летающие объекты к одной причине тупиковый путь причин громадное количество и проблема эта остается открытой уфологам остается только систематизировать полученные от очевидцев сведения изучать артефакты и фотографии на предмет фальсификации и если инопланетяне действительно посещают Землю то они еще не раз напомнят человечеству о своем существовании а как вы считаете существуют ли в действительности эти все неопознанные летающие объекты или нас просто водят за нос на сегодня все понравилось поддержи пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал субтитры субтитры